Документы Моя работа связана с постоянной ездой на автомобиле. Вот через интернет попытался купить полис ОСАГО, но, к сожалению, не получилось. Приходится тратить много времени на поездки по городу, стояние в очередях. Электронные полисы ОСАГО начали продавать в июле 2015-го. Теперь же крупные компании закрыли эту услугу. Первыми на это пошли РСГ «Страх» и ВСК. Официальная причина – технические проблемы. Однако эксперты видят в этой ситуации финансовую подоплеку. Из-за повсеместного роста цен продажа этих документов снова стала убыточной. Не спасло даже повышение цен на ОСАГО. В Самарской области сборы по этой статье в прошлом году выросли почти на 50% до 5 с лишним миллиардов рублей. Но этот доход был нивелирован увеличением расценок на ремонт машин и увеличением лимитов выплат по автогражданке. Последний показатель прибавил 45% и сейчас составляет более 57,5 тысяч рублей. При этом сам документ стоит в среднем чуть более 6 тысяч. Чтобы минимизировать потери, бизнесмены стараются не продавать полисы потенциально опасным клиентам. Например, таксистам и водителям с большим количеством ДТП. Когда происходит продажа офлайн в обычном режиме, то страховые компании все-таки используют систему селекции, фильтрации этих клиентов. Она доведена и до офисных сотрудников, которые в офисах должны, не подставляя компанию под санкции, попытаться все-таки нежелательных клиентов не обслужить, то есть под каким-то предлогом. Поэтому проще выйти из системы электронных продаж полисов, где гарантирован доступ всем людям и желательным, и нежелательным. В свою очередь, сами страховщики отмечают полисы ОСАГО, купленные в офисе, надежнее, чем электронные. Я думаю, что не все органы, которые имеют право проверять наличие полиса у клиента, имеют на сегодня современные технологии по поводу проверки. И у клиента могут возникнуть проблемы, как и при постановке машины на учет, так и с органами ГИБДД, допустим. Так и на месте, допустим, дорожно-транспортного происшествия. Они, понятно, все решаемы, но на это могут уйти какой-то промежуток времени. Как бы там ни было, к концу года Центробанк планирует обязать все страховые компании вести продажу полисов в электронном виде. Терра следит за развитием событий.